Всем привет, друзья! Всем привет! Нас зовут Андрей и Аня, это канал Лайкни Мир. И сегодня вместе с вами мы отправляемся на празднование дня рождения нашей любимой соседки Леси. Для празднования она арендовала потрясающую виллу с бассейном. Мы будем праздновать день рождения Леси огромной интернациональной компанией и танцевать под русские песни. Веселитесь вместе с нами и смотрите этот выпуск. Будет интересно. Погнали! Веселитесь вместе с нами и смотрите этот выпуск. И без этого документа мы не можем покинуть эту чудесную страну. Поэтому сначала вместе с вами скатаемся в посольство, а потом поедем праздновать днюху. Поехали! Фу, ну и погодка. Мне кажется, я по пути собрал все дожди, которые только были сегодня в Хануе. Весь мокрый и просто насквозь. Не знаю, как мы сегодня поедем праздновать 10 день рождения, но вещи все мокрые. Осталось 10 минут до закрытия посольства. Я, как всегда, под самый конец. Надеюсь, что успею. Пойдемте. Уже знакомая вам металлическая дверь. Тут у нас режим работы. Вот написано, что работает сегодня с 9 до 12. Я даже не снял шлем. Настолько торопился. Самое главное – успеть подать паспорта и получить ноту на вылет. Понял. Все, спасибо большое. Извините, что задержал. Спасибо большое. Ну что, выездная нота получена. Давайте в двух словах, наверное, расскажу, что это за документ и почему он так важен. Для того, чтобы нам покинуть Вьетнам без штрафов. А штрафы мы обязаны заплатить, так как мы находимся здесь уже почти 2 года без визы. То есть, виза нам продлевают автоматически. И по закону мы должны заплатить штраф за так называемый оверстей. Благодаря вот этому документу, который готовит наше посольство во Вьетнаме, Российской Федерации, мы можем улететь из страны без штрафов. То есть, наше посольство подтверждает, что мы находились здесь из-за ковида и находились на автопродлении. И благодаря вот этой бумажке мы спокойно теперь можем покинуть страну. Выгнали меня с территории посольства, не дали договорить, уже доехал до дома, слава богу. Если мы бы вылетали из Вьетнама без ноты выездной, без этого документа, который сегодня получал, то мы должны заплатить штраф в районе 4-5 миллионов. По разным источникам это разная сумма. И интересно, что есть люди, которые договаривались. То есть, с миграционной службой можно договориться о размере штрафа. И, насколько я знаю, кто-то платил даже меньше, чем установленная сумма. В любом случае, документ получен. Теперь мы можем вылетать из страны спокойно. И очень важное условие, если вы также будете получать выездную ноту, обязательно заранее отправьте в посольство ваши билеты. На меня сегодня очень сильно ругались и негодовали, что мы не отправили билеты. Хотя Аня их отправляла, но... Ладно, в общем, ничего страшного. Доехал до дома, сейчас будем сушиться и отправляться праздновать день рождения. Продается у нас около дома вкуснейшая бунча. И вроде бы они еще пока что работают. Я думаю, нужно взять... Синтяо, мод бунча. Сейчас подогреваю шашлычок для вкуснейшей бунчи. В такую погоду холодную, горячий супчик, это прям то, что доктор прописал. Кстати, вот эта кафешка, где я сейчас беру суп, здесь самая вкусная бунча. И при этом самая бюджетная. Стоит одна порция всего 25 донгов. И это, наверное, самая лучшая бунча, которую мы ели когда-либо вообще во Вьетнаме. И завершающий этап. Супчик упаковывают. Наливают в пакетик бульончик. Мясо кладут в отдельный пакет. И вот так вот все упаковывают. Но, в принципе, я думаю, что вы уже видели в одном из наших выпусков, где мы бунчи убрали. Как это все красиво комплектуют. Все, теперь моему здоровью точно ничего не угрожает. У меня есть вкуснейший суп. Какой аромат от него, просто невероятно. Сейчас чувствую, как я его буду молотить. Снимать не буду, чтобы вас не дразнить. Иду домой сушить вещи. Ну, а дальше отправляемся праздновать день рождения. Я думаю, будет весело. Добро пожаловать на канал отбитых путешественников. В общем, мы собрались. У нас байк укомплектован. Ехать нам порядка 50 минут, часа. Где-то 40 километров. На улице дождь как шел, так и идет. И, честно говоря, пока не представляем, как доехать. Дубарь, холодри, Ганя. Вон, даже куртку одела. Но я надеюсь, что доедем и не простынем сегодня. Кто бы мог подумать, что в Ханое бывает так холодно и так мокро. Сегодня именно такой день. Начался сезон дождей. Но мы стараемся не думать про погоду. Ведь сегодня день рождения у нашего друга Леси. И мы едем праздновать его со всей нашей большой компанией. Ну, а так, чтобы вы понимали, выглядят наши ноги. Мы свои кроссовки замотали в пакеты. Я думаю, что многим эта тема известна. Когда дождь, обувь заматывают пакетами, чтобы не намочить. Обуви сменной у нас, к сожалению, нет. Да, блин, такое себе путешествие, конечно. Мы едем уже, наверное, часа полтора, по ощущениям. А то и неделю. Все вымокли насквозь. Нос вообще не дышит. Ой, конечно. Авантюрка, блин. Но мы почти доехали. Впечатления очень такие смешанные от этой поездки. Все-таки надеемся, что на Вилле мы отогреемся горячим чаем. Отогреемся теплыми разговорами. Потому что дорога очень-очень такая, знаете, аж вымораживающая. Слава богу, мы доехали. Я думал, это никогда уже не случится. Нос заложило просто на ходу. По ощущениям, как будто бы в него литр воды влился от дождей. Давно мы во Вьетнаме так не мерзли, лишь бы только сегодня не заболеть. Сейчас будем греться, двигаться. Пойдем смотреть наш дом, в который уже наши друзья заселились. Ну и вам покажем, сделаем обзор. Здрасьте, здрасьте. Вот наша шумная компания. Все, у нас тут уже снег на веселе. Ладно, мы вернемся скоро, пойдем заселяться. О, тут такой бассейн у нас. Классный, красивый. Конечно, жалко, что в нем не покупаться. 20 градусов, но Ваня будет купаться. Все, у него мастер-класс покажет. Сальтоху давай. Вот это да. Да, аж бассейн из берегов вышел, Вань. Территория такая красивая и ухоженная. Да, симпатичные домики. Попозже сделаем обзор всего. Пока что у нас задача заселиться, переодеться. По традиции начнем с рум-тура. Время уже вечер, территорию будем обозревать завтра, да и мокро сегодня. А вот то, что находится в нашем домике, покажем с радостью, милости просим. Давайте посмотрим. Заходя в домик, а домик этот состоит из двух комнат, мы попадаем сразу же в нашу Санни комнату. Сначала мы возмущались, когда сюда заехали. Говорим, почему мы будем жить в проходе, ребята? Оказалось, что здесь есть два отдельных входа у этого домика. И дверь можно закрыть между комнатами. И получается такое отдельное бунгало. Здесь витражное остекление во всю стену, вид на бассейн с одной стороны, с другой стороны красивый вид на горы и на пастбище, бегают коровки. Двуспальная кровать по ширине и по длине, она в принципе рассчитана больше на вьетнамцев, но я думаю, мы влезем. Также есть чайник, есть фен, две бутылочки воды, такой комплимент небольшой. Есть кондиционер. Сейчас очень холодно, мы его врубили сразу на 30 градусов на обогрев. Вентилятор, софа и есть санузел. Это тоже очень важно. Отдельный санузел, то есть у ребят будет там свой, у нас свой. Давайте зайдем в комнату к ребятам. Мы отсюда все вещи туда перекинули, поэтому не удивляйтесь, там сейчас будет свинарник. Пойдемте. И попадаем в комнату ребят. Здесь у нас будет спать Ваня со своей девушкой и Леся. А, еще фотограф, в общем, четыре человека будет. Фотограф спит на диване, насколько я понял. Ваня со своей девушкой будет спать на кровати, а Леся на втором этаже. Как у нас главная героиня сегодняшнего мероприятия, у нее будет свое отдельное VIP-ложа. И есть также санузел. В санузле здесь есть ванная. Для Вьетнама это нетипично. Чтобы вы понимали, вот это во Вьетнаме настоящая роскошь. Ванная полноценная. Еще интересно, что она сделана целиком из дерева. Это для Вьетнама вдвойне нетипично. Конечно, по размеру она маловато. Сюда взрослый человек не поместится. Ну, европейский, скажем так. А вьетнамцы сюда и вчетвером поместятся, я уверен. И наверняка они так и делают. Конечно же, надо показать вам, где у нас именинница будет спать. Пойдемте поднимемся на второй этаж. Лестница, конечно, опасная. Я надеюсь, именинница сегодня у нас не запразднуется и оттуда не свалится сверху. Вот мы с вами на втором этаже. Места здесь совсем немного. Площадь небольшая. Наверное, где-то метр на два. Ну, в принципе, здесь человек один точно может поместиться. Есть тут раскладная такая кровать-матрас, которая на пол полностью накидывается и застилается. И, конечно, больше всего вопросов у меня вот к этому отверстию. В полу лестница, которая ведет на этот второй этаж, а скорее даже на балкончик, очень опасная металлическая лестница. Можно соскользнуть, поэтому ночью здесь надо быть аккуратнее. И это все дело можно закрыть вот так вот. Закрываете. Это на всякий случай, если вдруг вы лунатите, чтобы не упасть. Но, опять же, перила здесь очень низкие, поэтому если вы лунатите, вам ничего не поможет. Не надо здесь спать. Ну, и с другой стороны у нас есть окно. Витражное совсем небольшое. И вид у нас на крыше соседних домов. В принципе, для одного человека, я думаю, здесь будет вполне достойно. Посмотрите, друзья, как Леся подготовилась к своему дню рождения и купила множество классных декораций. Она очень творческий человек и обожает вот такие вот мелочи. Значит, у нас сегодня украшен дом вот такими розовыми шарами. Также есть волшебные колпаки для создания праздничной атмосферы. Яркий цветной дым для креативной фотосессии. Обязательно покажем, что из всего этого получится. И вот такие вот свечи для праздничного торта. Тоже будет сегодня украшать этот день и создавать настоящий волшебный праздник. Ну что, пойдемте посмотрим, что происходит у нас, как идет празднование. Уже стемнело, пока мы снимали обзор домика. И включили подсветку бассейна. Это приятная новость. Жалко на улице, холодно. Пойдемте к ребятам. Давайте немножко с вами прогуляемся по дворику. Посмотрите, какая прелесть. Все здесь продекорировано. И деревья миниатюрные, и газончики, и даже есть дорожка, мощеная камнем. Ну и, конечно же, подсветка. Чтобы гостям, приезжающим сюда отдыхать, было комфортно по вечерам устраивать тусовки на газоне. И с разбега заныривать в этот большой шикарный бассейн. Ну а празднование у нас будет проходить на общей кухне. Куда сейчас с вами отправляемся? О, какой стул шикарный. Вы только посмотрите. Бутерброды, салаты. Ну а теперь познакомимся с девушкой Ваня. Ваня, как зовут твою красавицу? Мия. Мия. Привет, Мия. Ты говоришь в английском? Как ты? На этом мой английский закончился, поэтому интервью будет коротким. Вань, красивая девушка у тебя. Вы посмотрите, что Леся купила. Наши любимые дошираки. Заботливая. Ты тоже любишь такие дошираки? Да, да. Это на завтра, на утро, если вдруг будет плохо. Ты думаешь, мы сегодня все съедим, что ты наготовила? Ну, думаю, да. Потому что все голодные, и мы будем гулять всю ночь. А завтра дошираки будем лопить. Мы месяцев сидели дома, поэтому сегодня будем отрываться по полной, и я надеюсь, что все будут нырять в бассейн. Леся, может, ты познакомишь нас со всеми? А то я хожу, спрашиваю, как кого зовут, расскажешь хотя бы кто, откуда. Давай. Да, конечно. Это Анютка. Мы познакомились недавно. Мне безумно приятно знать наших знаменитых блогеров. Спасибо большое. Вот. Идем дальше. Это мой фотограф. Его зовут Адам. Он очень классный. Поэтому, если вы будете в Ханое, обязательно обращайтесь к нему. Он делает крутые, качественные фотки. Последняя его работа – это вот это вот с бабочками. Идем дальше. Это наш знаменитый Иван. Это вообще человек-человечище с большой буквы. Мой любимый друг. Дружеский поцелуй ему. Я его безумно люблю. Он мне помогает везде во всем и даже шопится со мной. Это просто круто. Я знаю, что это такое. Это друг моего друга. Он очень веселый и крутой. Поэтому... На здоровье. На здоровье. На самом деле, у меня сейчас очень крутые ребята. Даже вот Андрюха, который сейчас за кадром. Я тоже тебя люблю. Вы очень крутые. Все, спасибо, что вы проведете день вместе со мной. Это Мия. Милашка моя. Она делает мне реснички. Она очень крутая. Поэтому тоже, если будете в Ханое, обращайтесь к ней. Посмотрите на ее работу. Ох, друзья, что сейчас будет? У нас есть первый желающий искупаться. И кто бы вы подумали, это... Аня? Нет, это Ваня. Ваня у нас самый отважный. И сейчас он занырнет в бассейн. Несмотря на то, что на улице сегодня 20 градусов. А к вечеру, наверное, уже градусов 18. Сейчас посмотрим, как он будет визжать. Сальтоху давай. Вот это да. Аж бассейн из берегов вышел. Вань. Бассейн из берегов вышел. Это нормально, когда русские люди прыгают в бассейн. Сколько градусов вода? Ну, примерно 20, наверное. Ну, ты вообще псих, я тебе скажу. На улице 19, по-моему. В тебе уже есть крепкий алкоголь? Нет. Ну, а теперь девчонки фоткаются все вместе. Посмотрите, какие красотки. Ставьте обязательно палец вверх, если девчонки красотки. Кто не поставит лайк, тот лайкожадина. Ну, все, нафоткалась. Пойдем кушать? Да, давайте немного поедим, потом еще пофоткаемся. И опять поедим, и опять пофоткаемся, и пойдем купаться в бассейн. Ну что, пришло время поздравлять нашу именинницу. Ведь именно для этого мы все тут собрались. Все уже за столом, все голодные. Все уже даже в напряжении находятся. Поздравляем нашу любимую Леся. Леся, с днем рождения. А теперь иностранцы, с днем рождения. С днем рождения. О, уже научились. Добрый день. Добрый день. Чупый синяк. Чтобы пришло время немножко откушать от этого праздничного стола. Аня уже немножко откушает. Что ты кушала? Салат с крабовыми палочками. И есть еще обычный наш любимый оливье. Мы его с детства, мне кажется, все очень сильно любим. Если вы любите оливье, то тоже отмечайтесь в комментариях. Ну а я попробую бутерброд. Кстати говоря, черный хлеб. Это настоящий черный хлеб? Да? Ваня, говоришь, сам приготовил, мне кажется, он меня обманывает. Попробуем. Рыбка бомба. Рыбу ты делал? Шеф Иван. Шеф Иван. Красота. Очень вкусно. Мы голодные, нереально. Целый день сегодня ехали куда-то. Ехали, ехали. Оливье. Ну а сейчас иностранцы будут пробовать традиционные наши с вами российские шпроты с черным хлебом. И узнаем, конечно же, их мнение. Давайте посмотрим. Ну а теперь наш друг будет пробовать наш любимый Оливье, который мы все так сильно любим. Очень интересно будет посмотреть на его реакцию. Как ты видишь? Салатик пошел, посмотрите, как... Белый час. Белый час. Ну а теперь пришло время и мне попробовать арабскую кухню. Как ни странно, у нас двое ребят, они арабы и приготовили такой вот соус, можно сказать. Там баклажаны, лук, чеснок, что-то еще. Перечисляли долго, я не запомнил. И баранина. Представляете, во Вьетнаме баранина. Сейчас попробуем, что вы наготовили. Очень интересный вкус. Ну, не у баранины, у баранины вкус понятный. У соуса. Он немножко кисловатый, чувствуется острота. Но интересно. Я не скажу, что это блюдо на каждый день, но вкус определенный интересный. И если бы мясо было горячее, то оно бы залетало в такой холод на ура. Ну так тоже сойдет. Вкусно. На самом деле очень вкусно. Сейчас ребята решили угостить вьетнамцев, обслуживающий персонал нашей едой. Ваня у нас в главной сомелье сегодня. Посмотрите, накладывает. Ваня, что ты там положил? Я вижу салат с морковкой. Ну, в принципе, все, что у нас есть. Шпротики. Ну, пойдем посмотрим. Мой, мей, 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 мей. Мей, 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 мей. Мой, мей, мей, мей. Мой, мей, мей. Мой, мей. ну а теперь кульминация нашего вечера поздравления лесе с днем рождения ждем ее возвращения ребята уже готовятся мы тоже подготовились у нас будет небольшой подарочек ну а теперь пришла наша очередь поздравлять нашу прекрасную лисичку с днем рождения дорогая свети зажигай будь такой же очаровательной всегда мы тебя так сильно полюбили за это время ты нам стала практически родной спасибо тебе дорогая за этот праздник будь самой самой счастливой пусть все твои мечты обязательно сбудутся спасибо я вас тоже очень сильно полюбила и для меня очень важно что вы сейчас здесь со мной пусть твою жизнь украшают только самые красивые вещи так как кроме нас тут отдыхают и вьетнамцы это обслуживающий персонал они тоже отдыхают вместе с нами выпили пиво покушали и сейчас завели караоке ни одна вьетнамская тусовка не обходится без песнопений давайте посмотрим как же они задушевно поют пойдемте слушай пиши пиш пиш από пиш Тол tough jur нь пиш Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это неожиданность Когда ты смотришь на человека, ты совершенно не можешь понять, что он может так петь Представляете, человек-фотограф с офигенным голосом Круто, просто круто Я Люблю Тебя Олеся Только что наш друг Новый друг, вьетнамец Принес бонг Вьетнамский бонг Я не понял, как он называется В общем, сейчас раскуривают Сиди на стуле Петрушка Петрушка Давай засыпай еще Петрушечка На самом деле это обычный табак Но он очень синий Концентрированный табак И он сразу же попадает в кровь, в мозг И разум затуманивается Ну, нормально Рассказывайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И старше меня ты крышу Не забудь, какой любимый цветок Воздушный поцелуй Значит, надо будет собрать друзей Начинается утро и пришло время нам выезжать Собрали уже вещи Ребята у бассейна все Загорают Ваня купается Сейчас пройдемся с вами, покажу номерной фонд, как обещал И будем выезжать Вы только посмотрите, кто проснулся Наша зажигалочка Вчера до 6 утра человек плясал, танцевал Пел и кричал А сегодня ходит неприкаянный Смотрит в реку Что у нас по жилому фонду Домик, который арендовали мы, стоит 2 миллиона донгов Он разделяется на две части И в нем могут жить сразу две семьи Также есть небольшие домики Одноместные Рассчитаны на одного-двух человек Один из домиков открыт Я думаю, сейчас зайдем с вами Вроде никто тут не живет Очень аккуратненькие домики Тоже остекление во всю стену И место здесь, как в одной части нашего дома Также софа при входе Кровать двухместная Есть кондиционер, туалет, санузел Ну и в принципе все Совсем небольшой домик И по стоимости такой дом стоит 800 тысяч донгов Ну и вид здесь на сад из этого домика Мне кажется, за эту цену это просто какой-то подарок И вокруг такая атмосфера Пальмы, бассейн, река рядом, горы Просто невероятная красота Дальше идем с вами в основной дом В котором также можно размещаться На первом мы празднуем день рождения А на втором можно жить И у нас уже персонал отдыхает Сегодня во Вьетнаме женский день Праздник И все уже празднуют Пойдемте на второй этаж поднимемся Посмотрим, что у нас тут по размещению По стоимости, к сожалению, не скажу Насколько я понял, где-то в районе 150 донгов И здесь общая большая комната Как можете видеть, посередине стол И раздвижные кровати Даже не кровати, а матрасы Вот так они раскидываются И люди здесь размещаются Вьетнамцы очень компактные И могут размещаться большими группами Подушки есть Все сам себе берешь Подушки, одеяло Очень аутентичная комната Все сделано из дерева Здесь очень легко дышится И вьетнамцы, так как любят большую компанию То они здесь размещаются За вот этим вот столом Где я присела Берут вот такие подушечки И здесь вместе проводят время Ну, конечно, они любят Больше компаний собираться на улице Но если вдруг идет на улице дождь То здесь прям супер можно разместиться И классно отметить любой праздник С другой стороны, на втором этаже Тоже организована терраска Можно выйти, посидеть на стульчиках И все это будет с видом на бассейн Бассейн здесь главная изюминка Посмотрите, какой у него яркий цвет И даже когда пасмурно И нет солнца Он сияет, как настоящий изумруд И на втором этаже Довольно-таки большая терраса Здесь можно, в принципе, также спать Выносить сюда матрасы И разместить еще человек 15-20 Невероятный уют Здесь, на территории этой виллы Создает дерево Из которого здесь сделано абсолютно все А все почему? Потому что рядом находятся огромные сосновые леса Вчера мы доехали до озера И удивились, что природа здесь как в Далате Вы представляете? Обязательно вам покажем эти леса Доедем до озера немножко позже А пока еще немножко прогуляемся по нашей вилле Еще одна ландшафтная особенность Место, в котором мы остановились Река, проходящая совсем рядом В этой реке местные жители выращивают рыбу По внешнему виду рыба похожа на карпов Сделана у них такая здесь система Видите, установлена сеть Чтобы рыба никуда не уходила И чтобы не попадал лишний мусор И вот здесь они в такой речушке небольшой выращивают рыбу Ну а теперь пришло время искупаться в бассейне Раз уж он тут есть То грех в нем не поплавать О, классная вода Когда подходишь к бассейну Трогаешь его Кажется, что она очень холодная Но если занырнуть, то сразу отлично все Кайф Перед тем, как отправиться домой После трех дней празднования дня рождения леси Решили еще заехать к озеру Показать его вам В том месте, где мы отдыхали Невероятно красивая природа И рядом есть горное озеро Сейчас оно у нас за спиной И, кстати, природа здесь очень похожа на нашу Вокруг сосны Такой свежий, приятный воздух И это место облюбовали еще и местные жители Здесь собирается молодежь Проводят здесь приятно время около озера И здесь же находится множество милых вьетнамских кафешечек Молодежь отдыхает И вот такая дамба около озера На эту дамбу приезжают по вечерам И рыбаки здесь бывают И на берегу озера расположено огромное количество отелей Гестхаусов, ресторанов И практически у каждого из них есть бассейн Также дают каяки в аренду Можно на каяки поплавать Вот там по середине озера видно пара плывет А с другой стороны, где нет застройки жилой Места для пикников И я знаю, что здесь очень любят отдыхать люди с палатками Пойдемте потрогаем воду в этом озере И посмотрим, какой же она прозрачности Очень приятные температуры Сразу хочется искупаться И, кстати, вода, посмотрите, очень чистая Сразу видно, что это озеро находится в экологически чистом месте Кстати, не так далеко от Ханоя Но дышится здесь уже совершенно по-другому Вокруг природа И другое мироощущение Ребята просят с ними сфотографироваться Это во Вьетнаме очень распространено Интересно, что обычно все хотят сфотографироваться с Аней Но так как теперь у меня очень шикарная борода Вьетнамцы хотят сфотографироваться со мной Наверное, думают, что я арабский шейх Пойдемте сфоткаемся с ними Я думаю, сейчас они вам передадут привет Привет! 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 Класс! Молодцы! Ну а сейчас будет завершающий момент нашего видео Мы от всей души хотим поблагодарить Лесю За этот прекрасный праздник, который она организовала для всех Мало кто знает, что Леся выбирала эту виллу И это место в течение месяца или даже двух месяцев Она каждый день мне писала Ну какую виллу мы выберем? Она очень переживала, чтобы всем понравилось Чтобы все влюбились в это место И мы правда в него влюбились Здесь очень классно Здесь потрясающая природа Все сошлось И спасибо огромное, Леся, за такой классный праздник Ты классная И день рождения, мне кажется, мы отметили на миллион процентов Да, спасибо вам большое, что были вместе со мной рядышком Я хотела, чтобы всем понравилось Были бассейны, озеро И все было очень классно Спасибо вам, что сделали Все удалось Мой день Ууу Ууу